Пускай у вас на душе будет так же тепло, как у меня сейчас тепло за окном Но не у меня в кадре, а у меня, который смотрит это где-то в теплых краях Как пуля резкий, весь черн поручик Жевский, весь черн поручик Жевский Попытаемся объяснить старикам, что же такое батл рэп Задача сложная, да? А надо? Не надо? Ну а зачем? Ну им же интересно, куда идет его внучок, накинув капюшон, вставив наушники в уши Куда он идет, на батл рэп? Ну, наверное Нет, мне кажется, что это не надо абсолютно Ну то есть это, знаете, это как примерно объяснять, ну, 10-летнему мальчику Объяснять ему, в чем крутость альбома Высоцкого Или там, ну, мне кажется, что это круто и это здорово Если этот 10-летний мальчик подрастет, он точно заценит Высоцкого Ну, не точно, а велика вероятность Но в 10 лет он просто не поймет, ну какой смысл То же самое, что объяснять, там, я не знаю, взрослому какому-нибудь совсем, там, не знаю, 70-летнему человеку Что почему сноубординг должен быть олимпийским видом спорта Ну он скажет, ну это же неправильно Ну должны быть лыжи, должен быть слалом Как бы, ну как всегда это было Какой еще сноуборд? Зачем вообще они на эту доску встали? Зачем они подлетают? Вот, а есть же еще более много вещей таких, вызывающих вопросы, чем сноубординг Фингербординг, допустим Ну вы представляете, зачем это объяснять? Это просто нужно принять на веру, что есть такое явление, которое, в общем-то, наверное, по большому счету ничего плохого не несет То есть пускай лучше смотрят батл рэперов, чем нюхают *** по подъездам с тел друг друга Ужас какой класс вообще, уже отвратительная картина Отвратительная, согласен, даже если они будут не с тел друг другу, у него хоть *** будет очень плохо Ну да, собственно говоря, этот год вывел вот батл рэп, культура батл рэпа в такие тренды федеральные Почему вот про бабушек мы заговорили, потому что по телеку теперь показывают даже новостные Бабушка батлет Да, к счастью пока еще нет, но тем не менее, да, это вышло из категории субкультуры какой-то, ограниченной все равно по количеству аудитории И ютубчик здесь сыграл свою роль, и, конечно же, батл Окси с Гнойным Согласишься ты или нет, что это главное событие года, которое привлекло вот наибольшее внимание Почему? Ну, вообще, почему батлы популярны? Потому что в основе любого батла лежит конфликт Конфликты они всегда, в общем-то, людей привлекали То есть даже если мы возьмем спортивные соревнования, там две футбольные команды друг с другом играют А там они не любят друг друга, это интересно, то есть болельщики не воспринимают друг друга Они там желают поражения соперникам Там если мы возьмем какой-нибудь ютуб-блог, это условный, не знаю, стоп-хам Это конфликт между людьми, которые думают, что они умеют парковаться И людьми, которые говорят, что они паркуются неправильно Допустим, передача «Пусть говорят» Рассматривается конфликт и слушаются две стороны Так же и здесь То есть батл – это место, где происходит поединок И, в общем-то, это все проходит в достаточно спортивном режиме То есть, ну, почему говорят, что там условно батл – это спорт Потому что есть определенные правила То есть вы в рамках батла можете говорить абсолютно все, что угодно Если это не противоречит ранее оговоренным каким-то внутренним правилам То есть если вы договорились до этого, о чем-то не говорить, то об этом и не говорите Батл – это площадка, где вы можете риторически человека победить Ну, а людям нравится смотреть на столкновения, на конфликты и так далее Потому что человек уставший приходит с работы, он отпахал смену, там, я не знаю, консультантом в Сбербанке Он устал, пока он ест что-то, он хочет что-то посмотреть От сериалов он устал Он хочет посмотреть хип-хоп батл, почему нет? Тем более, что самые популярные батлы – это батлы между исполнителями, которых он, может, слушает в жизни Ну, частично, наверное, поэтому батлы Оксимирона очень популярны, потому что он один из самых востребованных на данный момент исполнителей Я, собственно говоря, а вот этот успех вообще культуры в этом году, который вдруг так неожиданно возник Он, условно говоря, Оксимирон с Гнойным, они за собой повели то, что, например, выросли стоимости артистов Которые заявили себя громко на Версусе, на том же, например Вот с точки зрения бизнеса, получила ли индустрия как бы новый толчок и новое какое-то развитие? На самом деле, нужно быть откровенными, что очень малое количество артистов сумело как-то, скажем так, материализовать свои прибыли в какое-то другое направление Я думаю, что, ну, Оксимирону Версус помог Я думаю, что, ну, сейчас, в принципе, Славика ПСС Версус помог Ну, разумеется, да, потому что сейчас он там, наверное, на телевидении, я просто не знаю, там, получают или не получают Наверное, получают какую-то определенную сумму, вот Ну, мне Версус помог, как бы, потому что после Версуса нас сразу же подписали И мы сразу же поехали в туры, и турим до сих пор, хотя, там, сколько, 4, там, с половиной года, по-моему, прошло Мы, это было, скажем так, площадкой, из-за которой люди нас узнали Ну, кому, я думаю, Рик Ефу помог, моему будущему оппоненту на Версус Да, ну, не знаю, наверное Ну, немногим получается Да, очень, очень мало Немногие через батл пробиваются в индустрию музыкального Очень мало кто А в этом году, помимо, вот, батла Гнойного и Окси, какие бы ты еще батл отметил, как яркие, запоминающиеся такие батлы года, условно говоря? Очень крутой батл, это батл Редо против Муфасы Муфасы – это исполнитель из Лондона, соответственно, такой лондонский цыган, который очень-очень круто делает И Редо тоже очень круто делает из Москвы, вот, наш приятель Соответственно, я на тренировках слушаю аудиоверсию этого батла, потому что каждый, вот, каждый раунд, он прямо заслуживает быть, я не знаю, почти полноценным треком Этот батл бы выделил обязательно Ну, и, я не знаю, лично для себя я, конечно, выделю свой, потому что именно для меня он знаковый Он для меня знаковый, потому что для меня своего рода возвращение было После долгого перерыва А сколько там, пару лет, да, даже? Три, наверное, даже больше, больше трех лет Мне нужно было найти оппонента И оппонентом стал Оби-Ван Коноби, который до этого не имел поражений совсем Ну, и вот, соответственно, мы с ним сошлись на батле Теперь у него есть Да, теперь есть Но сам факт, что невозможно вернуться на батле, один раз выступить и снова уйти Ну, то есть, это так не делается просто То есть, это мое возвращение Это не только то, что привязано, там, не знаю, к рекламе тура, как многие думают Я просто хочу снова быть в этой движухе, потому что я соскучился по этому Я в свое время слишком много перебаттлил, очень много Ну, то есть, у меня было больше все У меня и у Галата, по-моему И мы ушли, я и Галат в одно время из батлов, потому что Ну, на очень большое время Потому что за короткий промежуток батлов слишком много А другие не выходили Тогда еще, в общем-то, по-моему, фрешблада-то не было даже, как лиги Сейчас уже третий сезон завершен Вот, и, соответственно, я понял, что, ну, в принципе, пора возвращаться И вот у меня уже, получается, весной 2018 года будет батл с Рикки Эфом С, наверное, одним из самых титулованных игроков Поэтому это будет такая битва Я не буду, это очень пафосно Не буду говорить, что это битва титанов Это битва двух, достаточно, скажем так, ярких представителей Это довольно скромно было сказано Ну, окей Я не могу говорить, типа, битва титанов Это очень... Надо разорвать тогда, если еще футбол От того, что я являюсь одним из, наверное, самых, там Одним из, там, пятерки самых обсуждаемых версус участников Это не значит, что я вхожу в пятерку сильнейших, там, батл МС И, там, нашей страны Есть чуваки, которые абсолютно необсуждаемые Они не собирают ничего, но они очень круто батлят И в других лигах, в том числе Вот, поэтому, там, тот же, допустим, Т-Рэпс, который нас судил Я считаю, он один из лучших батл рэперов Но в то же время, у него там редко выходят песни Он особо не катается с концертами Но это не делает его хуже в плане батлов Поэтому мы оба были согласны, а кто еще нас может судить Кроме как не, пускай, из более молодой лиги, но вот такой представитель А как ты думаешь, как долго еще продержится вот этот тренд популярности? Идет ли он на спад или еще в горку и в горку и выше и выше? Нет, в горку не пойдет уже Это предел какой-то Как будет пересыщение Как у 50 Cent в свое время, когда он слишком много начал выпускать песен, микстейпов и так далее Он просто завалил всех треками и все подумали, ладно, короче, послышим что-нибудь другое Стало слишком много батловых площадок и слишком мало хороших батлов Потому что вот огромное-огромное количество Есть там, конечно, среди грязи можно найти жемчужины, разумеется Но в то же время я не думаю, что это пойдет вверх Ну, конечно, определенные батлы не все равно будут вызывать интерес То есть, если там будут сходиться люди из топ-10, предположим То есть, они все равно будут вызывать интерес Но мне кажется, что... Такого хайпа, как в этом году, придется подождать еще какое-то время Такой хайп в этом году был, потому что для большинства людей это было в новинку А что, батлит, оскорбляют друг друга? Да ладно! Как бы и вон стали, я не знаю, Галкин батлить Кто там? Вообще Кто еще там? Ну, там, я думаю, что в голубом огоньке в этот Новый год как раз-таки Мы осмотримся Мне тоже так кажется Есть такое подозрение Вот, и я думаю, что там будет даже кто-то из тех, кого мы знаем Ну, не исключено, что Слава КПСС, который сейчас стал телевизионным деятелем Привожит свою руку к какому-нибудь из голубых огоньков В общем-то, это и неплохо То есть, как бы, я не считаю, что это там, типа, зашкварно пошел в телек Мне кажется, что он в открытую говорит Я пошел там зарабатывать деньги Он сидит, он, в общем-то, не кривляется там А просто сидит, получает удовольствие То есть, как бы Мне кажется, он нормальный парень Просто, который Ну, и позвали судить там с Киркоровым, с Брежневым Чего бы не пойти Платит за это деньги? Да почему нет? Ничего в этом плохого нет Плохо было бы, если бы он начал бы участвовать в какой-то, ну, вот откровенно, какой-то зашкварной теме Ну, то есть, как мне кажется Это там рекламировать всякие там МММ, там, к примеру Ну, что-нибудь вот такое, вот мега печальное Вот, но в то же время Бывает откровенно зашкварная тема Вот как мне предложили в рекламе не так давно Но баттлиться с огромным сыром То есть, реклама, она, типа, должна быть по телеку Они говорят, мы заплатим вам 300 тысяч И вы должны будете баттлиться с гигантским сыром Я не знаю, что это значит Но, типа, не знаю И он становится плавленным Я не знаю Но моя задача была Вы, якобы, если бы я согласился выйти против огромного сыра Я повторю это в третий раз, чтобы все не подумали, что им послышалось Ну, наверное, что-то про него говорить Огромный сыр говорил бы про меня какие-то, не знаю, молочные вот эти вот новости Не знаю Вот это вот, да, это странная тема А так, честно сказать, ну, у нас люди очень боязливо ко всему относятся То есть, допустим, если Баста пошел судить голос А, пошел судить голос Я бы тоже пошел судить голос Чего бы не судить? Нет, я бы не пошел по той причине, что я не умею петь И я слишком некомпетентен, чтобы судить талантливых людей, наверное, в плане вокала Но, если бы я умел петь, я бы пошел вообще Да, конечно, я бы рассказал бы Я думаю, все соседи моих родителей были бы счастливы Просто, когда бы они увидели Ничего себе, он судит голос, наверное, он крутой Попроси автограф у Градского А, там Градский, да? Бывает, да Там Градский, Агутин, да? Ну, вот вся вот эта компания Ну, да, наверное, я бы вписался Еще один тренд Как ты его оцениваешь? Вот этот приток видеоблогеров, которые к батл-рэпу изначально не имеют ни малейшего отношения Но сейчас вот на хайпе, что называется, все идут Со многими говорил на эту тему Одни говорят, что как бы какая-то странная история Другие говорят, круто привлекает еще больше аудитории В том числе и их там зрители переходят тоже на просмотры там Смотри, здесь такая тема Допустим, если Есть такой бегун очень крутой Усейн Болт То Сейн Болт, он Вроде как собирался заявиться Или за Манчестера Юнайтед, или за Дортмундскую Боруссию Походили слухи за МЮ, по-моему И за Боруссию тоже были слухи Я так и не знаю в итоге, чем эта история закончилась Но обычно как это делается? Он типа заявляется И огромное количество его болельщиков по всему миру И людей его нации Они покупают футболку с надписью Болт Хотя бы на память Со своим любимым клубом Или даже с клубом, за который они не болеют Вот То есть это такой коммерческий ход Но, допустим, получается такая ситуация Усейна Болта записывает реально в команду И он реально всех перебегал Он начинает забивать голы И другие бегуны тоже переходят Кто-то переходит в Реал Соседат Кто-то переходит в Парис-Сен-Жермен И везде куча бегунов И, согласитесь, странно будет звучать Если какой-нибудь условный футболист Парис-Сен-Жермен Я не знаю Какой-нибудь Кавани Эдинсон Кавани, допустим Или Ангель де Мария Что бегуны-то вообще приходят в футбол То есть вы бегуны, вы должны бегать Не ходите в футбол Но это странно Если пришел бегун, который всех перебегал И всем, соответственно, составил конкурентную среду Значит, должны бегуны приходить Аналогия ясна А видишь ли ты среди тех, кто уже принимал участие в баттвах Среди видеоблогеров Собственно говоря, вот этого самого Усейна Болта-бегуна Который, ну, по крайней мере, хорошо себя проявил С точки зрения культуры Да нет, но это же все воспринимается как, ну, я не знаю В рамках Блогера все равно Они же делают что-то С юмористической точки зрения То есть Тот же Джарахов, в общем-то Он читает чужие тексты Это же все знают Он снимает клипы, которые популярны Среди, ну, в общем-то, рэперской аудитории Среди его личной аудитории Ну, он снимает клипы Это весело, забавно Но он же не пытается, там, делать трек Где он на сложных щах будет рассказывать, что Там ему тяжело живется, там, и так далее Ну, а если будет, то почему нет? Ну, почему бы не перейти, если он видит в этом Если получается Если у него это получится лучше, чем у действующих русских рэперов Так это же прям плюс Ага, действующие русские рэперы Номер один, это Окси сейчас? Как ты думаешь? В плане чего? Обсуждение? Или в плане моего личного мнения? Ну, обсуждение, это очевидно Ну, как бы, тут просто цифры не очевидны? Нет Там олимпийские вот и все дела А что, Баста не номер один? Вот, интересный вопрос Я считаю, Баста номер один Баста? Ну, твое мнение Ну, а почему нет? Олимпийский, ну, у Тимати был олимпийский Ты же не говоришь, что Тимати номер один? Не говорю И я не говорю, что Тимати номер два в этой тройке, Тимати третий При всем уважении к его бизнес-заслугам Я считаю, что в этой тройке он занимает, скажем так, бронзовую медаль Я считаю, Баста Потому что у нас огромная страна И в этой огромной стране огромное количество людей И молодых, и взрослых Которые на протяжении очень долгого времени слушают Басту И относятся к нему как к религии, можно сказать То есть, как бы, есть огромное количество людей, которые слушают Мирона Бастарианство Да, Баста-фарианство Баста-фарианство Это когда Баста и фараон Баста-фарианство Вот это круто Вот, и, короче, мне кажется, что вот именно по сборам Ну, на первом месте Баста по именно такому Пока по удельному весу Но в то же время, ну да, там Максим Ром Тиммс Тоже как бы вот Очень хорошо сейчас там фараон собирает Собственно говоря, в твоих текстах даже очень много отсылок к различным фильмам Там и к шантараму, и книгам И в том числе к разнообразной музыке Наверняка же батл-артист и рэп-исполнитель слушает не только рэп Да, конечно, разумеется Вот ты про стигматы, например, говорил про группу Очень много Вот расскажи, что ты слушаешь, что играет у тебя в наушниках И какие открытия музыкальные в этом году ты совершил, может быть Для меня главное музыкальное открытие этого года Это группа The Hatters, Шляпники Очень круто, прямо очень Кстати, их фронтмен, он выходит как раз-таки из блогеров Поэтому Они были у нас в эфире на Фонтанке, кстати, отличные ребята Серьезно? Год назад говорят Очень круто, Шляпники топ Я скачал их альбом, который первый альбом Второй мне не понравился А первый альбом, может, я его не раз слушал, правда, пока еще А второй альбом, вернее, первый, очень крутой Прям все песни я репитил И мне кажется, что это вот прямо свежая, скажем так Свежая струя в плане музыкальном Еще в плане открытия года Ну, отдельные какие-то синглы, на самом деле Ну, всякие вот эти, которые все знают Типа, типа, «Mans not hot» Которые «Гррррр» Всякие вот эти И... Ну, эти «Rockstar», которые... Ну, это именно сингловые А в плане артистов, да, выделю «The Hatters» А в плане рэпа... Вот молодая вот эта волна, собственно говоря, ты уже упоминал, там, в том числе, там, я бы и «Face» вспомнил, и... Я про «Face» не говорил ничего Нет, нет, я имею в виду, что вот молодые ребята, 20-летние, ты говорил про «Фараона», я имею в виду, как раз это поколение, как бы, артисты Сложно «Фараона» называть открытием-то в семнадцатом году Нет, ну, я не про «Открытие», а как... Сколько уже открывать можно? Ну, да, 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 «Фараон» уже открыт «Фараон» крутой, я считаю, талантливый исполнитель То же самое, что, там, Атейл, талантливый исполнитель, но называть его открытием, как ему, ему лет уже сколько, как его можно открывать? То есть, он открытием, мне кажется, был года четыре назад Неплохо, мне кажется, читают всякие исполнители современные, которые не зациклены на одном и том же стиле, вот, который сейчас популярен, бесконечное количество фрешманов, которые, с моей точки зрения, многие из них абсолютно бестолковые Есть среди них, попадаются и Денис талантливые, но в большинстве своем бестолковые Среди них, ну, немножко вот обособленно стоят исполнители в духе, там, обладает, там, не знаю, Bumblebee, которые, ну, в общем-то, прикольно звучат И у которых есть какой-то смысл в текстах отличный от того, что, там, ну, там Я с твоей девчонкой в Gucci, Mercedes Gucci Ну, типа, ну, хлеб хотя бы стебет, хлеб хотя бы, это с пониманием... Да, в основном, это, конечно, там, дети по 18 лет, там, ни Mercedes-Benz, ни Gucci Мне, в общем-то, понятно, почему они популярны, потому что, когда тебе 18-е, там, типа, думаешь об этом, ты притягиваешь к себе это, там, набирая популярность, потому что твои, ну, сверстники, они тоже считают, что это круто Но даже среди, вот, молодых таких исполнителей, мне кажется, что среди исполнителей новой школы есть, ну, тех, что я уже перечислил Можно назвать, там, исполнителя хэштега тоже довольно интересный Много знал из тусовки Фараона, тоже интересные Ну, то есть, они, у них, как минимум, есть какая-то своя собственная фишка, они ее придерживаются, и, в общем-то, это не всегда то, что близко мне, но это интересно То есть, я с интересом, как минимум, могу скачать, прослушать и сделать какой-то... Жизнь кипит, да, какого-то застоя не наблюдается, собственно говоря Субтитры создавал DimaTorzok